Учителя кузнецких школ сегодня выступали в роли учеников. Анна Давыдова, директор учебно-методического центра охраны здоровья и физического воспитания Пензенского института развития и образования, провела учебный семинар, где обсуждались новые формы и методы формирования навыков и культуры здорового питания школьников. В методических разработках основной акцент ставится на исследовательскую деятельность самих учащихся в своего рациона питания. Необходимо приучить детей обращать внимание на состав тех продуктов, которые употребляются в пищу ежедневно. За два года реализации проекта здорового питания школьников количество обедающих в школьных столовых достигло почти 100%. Уменьшилось количество заболеваний желудочно-кишечного тракта среди школьников. Система работы школьных коллективов педагогических была направлена на то, чтобы убедить родителей и детей в необходимости обеспечения своих детей школьным горячим питанием как составляющей здорового образа жизни. Учителя активно обсуждали предложенные им методы. Тут же вносили свои коррективы. Все школы города имеют новое оборудование в столовых. Еда стала разнообразной и, главное, полезной. Но по-прежнему трудно убедить ребят, особенно старшеклассников, в том, что горячие обеды необходимы во время учебного процесса. Именно поэтому учителя и брали на заметку все новые рекомендации. Мне очень понравился метод проекта, который Анна Петровна предложила нашему вниманию, поскольку ребенок не только может услышать, но и на практике, так скажем, почувствовать, узнать, что значит для него именно здоровое питание. Особенно меня заинтересовал тот вопрос, когда Анна Петровна обратилась к теме современного питания, то, что нам предлагают в магазинах, в супермаркетах, и на что мы часто не обращаем внимания, а именно состав продуктов. Поэтому ребятишкам, я думаю, будет любопытно, интересно, что они потребляют каждый день, хотя бы в виде той же жевательной резинки. Ни у кого не возникает сомнения, что именно со школьной скамьи необходимо приучать ребенка правильно питаться. Но в этом процессе должны участвовать не только учителя, а в первую очередь их родители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова